Летящая куропатка на синем фоне. Центральный персонаж герба Курска. В разные годы изображения птиц наделяли разными значениями. Они были и языческими символами, и даже обозначали идеологов коммунизма Ленина, Маркса и Энгельса. Теперь эти куропатки обозначают дружбу между двумя городами. Недавно они поселились во дворе дома по улице Галкина в Туле. Когда здесь прошло благоустройство? Первое с 1989 года. Двор попал в масштабную всероссийскую программу формирования комфортной городской среды. И если раньше годами люди любовались разбитым асфальтом и ржавыми гаражами, сейчас у дома появилась новая детская площадка, шлагбаумы и камеры видеонаблюдения. Никаких претензий. Если что-то, мы сразу исправляли в ходе работы. Вот если там что-то вдруг не так или... Ну, бывает все там. Даже камушек раскололся, вот положим, клали. Меняли тут же. Так что нет, претензий у нас нет. И короткие сроки. Что еще понравилось? Мы не видели ни грязи в наш дом. Они убирались сразу за собой. В программу формирования комфортной городской среды в области вошли Тула, Олексин, Белев, Ефремов, Суворов, Щекино, поселок Первомайский, Богородицк и Новомосковск. В них в план ремонта попали дворы, сквер и два парка. В итоге на создание комфортной среды регион потратил больше полумиллиарда рублей. 1 ноября комиссии должны начать принимать все объекты, но уже сейчас члены регионального правительства и городской администрации смотрят, что и как сделано. Наша задача, вот оставшись несколько недель, завершить работы по проекту 2017 года. И уже, как вы, наверное, уже в курсе, ведутся работы, продолжить и в этом году утвердить программу 18-22, чтобы и в следующие годы программа формирования комфортной городской среды была правильно воспринята нашими жителями. Благоустройство этого года еще не закончено, а в области уже формируют план на следующий. Жители почти 400 тульских домов подали заявки на участие в программе 2018. Их выберут исходя из баллов. Те, что наберут максимальное количество и будут благоустроены. Один из критериев – это дата подачи заявки. Кроме того, оценивается реальное состояние дворовой территории и необходимость проведения работы по асфальтированию. Кроме того, одним из критериев является принятие решения о софинансировании работы. Оно небольшое, от 1 процента. На самом деле, пугаться этого не стоит. По итогу года новое лицо в Тульской области обретут 206 дворов. Сколько их будет в следующем, чиновники пока не называют. Ясно одно – благоустроят не меньше, чем в 2017. Анна Степанова, Андрей Сенчугов, 1 Тульский.